Вот наше утро начинается с чашечки кофе. Завтракаем, собираемся на работу. Вводные процедуры, завтрак и сборы на работу. По такому графику живет большинство россиян, от которых отбывающего наказание в одном из исправительных центров Самары Андрея отделяет КПП в общежитии и круглосуточный контроль сотрудников силового ведомства. Товарищ майор, утренний проверка проведена, все налицо. Оператен дежурный. Принял. Пять последних лет Андрей провел в местах лишения свободы. В конце прошлого года его перевели в исправительный центр на принудительные работы. По сути, это обычное общежитие, куда осужденные обязаны приходить ночевать, а день отбывающего наказания проводят на работе. Труд исправляет. Я считаю, что исправляет человека. Потому что человек стоит на путь исправления и выходит на свободу уже, будем так говорить, другим человеком. Ну, естественно, и финансовая составляющая тоже. То, что я получаю зарплату, мне позволяет вести нормальный образ жизни, как нормального, свободного человека. У нас есть возможность общения с родственниками, с близкими. Свободный выход в город, интернет, мобильная связь. Проходим полную адаптацию. Из-за нехватки рабочих из ближнего зарубежья встал вопрос о том, кем их заменить. Глава Вселенной России предложил использовать для этих нужд осужденных, которые заняты принудительными работами. Инициативу поддержал президент Владимир Путин. В Самарском регионе трудоустройство осужденных налажено с 2017 года. Но если сначала такая возможность была доступна лишь тем, кто отбывает наказание впервые, сидит по легким статьям и первые годы провел в колонии, где не нарушал режим, то после изменений в законодательстве в 2019 году принудительные работы стали доступны и тем, кто совершил серьезное преступление и рецидивистам. Однако в этой ситуации у осужденных нет права на ошибку. В противном случае их снова отправят в колонию и уже без права на условно-досрочное освобождение. Появляется большая мотивация отбыть наказание в более мягких условиях свое, оставшееся в обществе, рецидивизироваться, то есть уже приобщиться и выйти уже в людини из колонии, не зная, куда податься, где документы восстановить, где трудоустроить. Здесь они уже будут трудоустроены. Сейчас проводится работа с крупными бизнес-сообществами, с предприятиями, в которых есть возможность открыть общежитие на территории своей организации с постоянным проживанием осужденной, которые будут привлечены на этом производстве. Такое сотрудничество выгодно и предпринимателям. Им не будет мешать языковой барьер, как в случае с мигрантами. К тому же они получают дисциплинированных сотрудников, за поведением которых следят сотрудники в СИН. В связи с закрытием границ и отсутствием иностранной рабочей силы, которых мы используем порядка 20% на предприятии, мы были рады, что ГУФСИН Самарской области предложил нам поучаствовать в социальном проекте по трудоустройству осужденных. Мы попробовали, начали работать и видим в этом только положительные стороны. Мы видим долгосрочность сотрудничества, мы понимаем, что люди к нам пришли надолго. Мы надеемся, что после окончания срока они останутся работать у нас на предприятии. Сейчас в Самарской области работают два исправительных центра. Оба они заполнены. Попасть на принудительные работы на самарские предприятия изъявили желание еще 2000 осужденных. Мария Левина, Николай Сидоров, События.